На первом плане приемная кампания 2020. Заместитель директора по учебно-методической работе Елена Михайлова и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Карасева расскажут о работе приемной комиссии и направлениях подготовки Владимирского политехнического колледжа. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, несколько вводных. Как сегодня ситуация с пандемией отразилась на работе приемной кампании? Ну, действительно, в тех условиях, в которых мы оказались, действительно, нам достаточно тяжело выйти из каких-то вот, вернее, войти вот в эту непривычную среду, но все-таки наша приемная комиссия практически уже начала работать. У нас работает кабинет, так называемый, по профориентации, который уже сейчас дает консультации для будущих абитуриентов. И школьники, которые сейчас выпускаются, и мы боимся не встретиться, поэтому, ну, действительно, в этих условиях, и поэтому мы практически круглосуточно даем вот эти консультации. На сайте колледжа у нас есть раздел, есть новостная линия. В одной из самых популярных соцсетей мы создали свою группу, которая называется «Приемная комиссия Владимирского политехнического колледжа». Ссылка тоже на сайте колледжа есть, и мы оперативно, круглосуточно отвечаем на все вопросы. Онлайн-приемная. Онлайн-приемная, о которой мы не хотели говорить, но сейчас говорят, да. В социальной сети ВКонтакте у нас эта группа создана, и, в общем-то, уже начинает пользоваться популярностью, потому что уже туда начинают добавляться, судя по фотографиям, наши будущие абитуриенты. Ну, вот что-то изменилось по сравнению с предыдущим годом, когда мы не были в такой ситуации, сами условия работы приемной комиссии? На самом деле изменились. Мы начали работать, во-первых, раньше, во-вторых, мы сейчас готовим больше помещений под приемную комиссию, опять же, по условиям, по письмам, по требованиям, по рекомендациям. И мы готовимся онлайн принимать заявления и как можно больше телефонов подключить к приемной комиссии. Сейчас у нас работают и сотовые телефоны, и рабочий телефон работает. Но мы хотим сделать так, чтобы как можно больше абитуриентов получили от нас информацию. Также мы на сайте колледжа и ВКонтакте выложили более подробное описание специальностей. В этом году абсолютно обновили наши рекламные листы, по которым можно очень подробно, досконально узнать, кто, кем, когда и может стать наш будущий выпускник. То есть все для того, чтобы минимизировать личные контакты? Да, конечно. Как вы считаете, плюсы и минусы подобных условий? Вот смотрите, рекламные буклеты стали подробнее. Плюс? Да, конечно. Ну, плюс, конечно, активнее стали задействовать социальные сети. Это тоже большой плюс. И опыт теперь уже, да? И опыт. Конечно, мы понимаем, что далеко не все абитуриенты могут несколько раз, например, за лето приехать в колледж. Все равно накапливаются и у детей вопросы, и у взрослых вопросы. А для них, наверное, это плюс, когда можно вот так отработать напрямую. Для нас, наверное, минус. Хотелось бы все-таки посмотреть на них, на этих детей, поговорить. Ну, при личном общении все равно не раскрываются по-другому. Ведь иногда ребенок приходит на одну специальность, и в ходе разговора, ну, как бы, вот он, да, понимает, что надо что-то другое выбирать. Кого вы больше ожидаете, иногородних, либо владимирских студентов? Ну, судя по дню открытых дверей, к нам очень много приходили городские, владимирские. Вот, и, в принципе, мы именно их и к себе звали. Вот, но кто придет, того возьмем. Берем всех. Берем всех. Хватит ли места для всех? Будем надеяться, что хватит. Мы, конечно, в этом году очень большую профориентационную работу провели, на самом деле. У нас было несколько таких крупных акций, широкомасштабных. В январе к нам приходило огромное количество школ. Ну, в сентябре, во время чемпионата Билимпикс. Большое количество школ приходило во время чемпионата WorldSkills. Мы, конечно, надеялись, наверное, что мы дали исчерпывающую информацию о нашем колледже, о наших специальностях, потому что было огромное количество мастер-классов, экскурсий, бесед всяких разных. Но все равно, конечно, есть вопросы и у детей, и у родителей. И вопросы есть у наших телезрителей. Добрый вечер, Игорь, слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте, Анна. Да, меня зовут Игорь. Какие документы необходимо предчитать в приемной комиссии при подаче заявления для поступления в колледж? Спасибо. Опередили мой вопрос, Игорь. Итак, по условиям поступления. По условиям поступления все подробно вы можете увидеть на нашем сайте колледжа, потому что достаточно большой список. В первую очередь это аттестат, паспорт, СНИЛС, фотографии. Также нужны медицинская справка, прививочная карта. На самом деле, если вы что-то не донесете, то вы сможете потом донести, довести и так далее. Самое главное, вы приходите, получаете информацию, приносите аттестат, и мы ждем вас в любом случае. Вся информация на сайте полкол.ру, Владимирский политехнический колледж, в разделе абитуриентам. Какие сегодня контрольные цифры приема? Контрольные цифры приема – это бюджетные места, которые мы предоставляем в этом году для наших поступающих. На самом деле, в этом году мы для абитуриентов являемся многопрофильным колледжем, хотя себя позиционируем давно лидерами IT-профиля. Но в этом году бюджетные места мы распределили следующим образом. Первая ветка – это машиностроение. 25 мест – это литейное производство черных и цветных металлов. 50 мест – технология машиностроения, бюджет. 50 мест – оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. Это первая ветка. Вторая ветка – это IT-сфера. Программирование в компьютерных системах – 25 бюджетных мест. Информационные системы программирования – 25 бюджетных мест. Прикладная информатика – 25 бюджетных мест очно и 25 бюджетных мест заочно. Сетевое системное администрирование – 50 бюджетных мест очно. Следующая ветка – это экономика. Экономические две специальности мы предлагаем. Экономика и бюджетных учет – это 20 мест заочно бюджет и 25 очно. И финансы – специальность 25 бюджетных мест. Все остальные, к сожалению, у нас вне бюджета. Это земельно-имущественные отношения. Мы предлагаем 25 вне бюджетных мест платных. Правоорганизация социообеспечения. Мы предлагаем 50 вне бюджетных мест. И правоохранительная деятельность. Мы предлагаем 75 вне бюджетных мест. Но, как показала практика, и на вне бюджета у нас достаточно хороший прием в этом году. Например, в 2019-2020 учебном году мы набрали 3 группы правоохранительной деятельности. Даже 4. Даже 4 после 11 класса. Насколько серьезный будет конкурс? На самом деле, конкурс будет только конкурс аттестатов. Это средний балл. И поэтому на всех днях открытых дверей, на всех мероприятиях со школьниками мы говорили. Убедите у себя в школе своих классных руководителей, своих учителей, что каждый балл, каждая запятая после целого числа будет очень много значить. Многие постарались, и вот уже когда звонили, консультировались с нами, уже даже говорят нам, какой средний балл аттестата у них есть, и пройдут ли они. На самом деле, в этом году у нас очень много бюджетных мест по сравнению с прошлым. Я думаю, что у всех все получится, даже с невысоким средним баллом аттестата. Какие условия для иногородних студентов? Для иногородних студентов у нас есть и пщежитие. Но здесь нужно сразу говориться, что мы, как правило, предоставляем это ребятам дальних. То есть ребята из Собинки, Судагды, Суздаля, как правило, они общежитие не получают. Но они живут, в общем-то, достаточно близко. В общежитии у нас 200 мест. Но мы сразу хотим сказать, что мы очень трепетно относимся к нашему общежитию. Ребята, которые там живут, это большая дружная студенческая семья. Но и требования мы предъявляем соответствующие, как и в любой семье. То есть это должен быть порядок, ребята должны себя хорошо вести. То есть это обычные требования, как и в любой семье, еще раз повторю. Общежитие у нас находится фактически в шаговой доступности. Наш политехнический колледж, наверное, тем и еще более хорош, что все находится в одном здании. То есть есть небольшой переход, и ребята очень быстро переходят в здание общежития. На первом этаже там столовая находится, поэтому могут они там и позавтракать, и пообедать, и даже поужинать. Особенно у нас первый курс, в который еще только-только птенцы прилетели в наше гнездо. Они еще только оперяются, еще не все умеют готовить, например, сами. Поэтому они очень часто пользуются услугами столовой. Там, в общем-то, достаточно бюджетные такие цены невысокие. Ребята все устраивают. Да и расположение колледжа в центре города позволяет экономить на общественном транспорте. Только добираться до дома или до иногородния куда-то на автобусе за пределом. Какие сегодня самые популярные направления у студентов? Естественно, одним из самых популярных направлений у нас в колледже и востребованным является IT-ветка. Дело в том, что наш колледж в 2019 году принял участие в двух конкурсах на предоставление гранта из федерального бюджета. И мы победили и получили достаточно хорошие субсидии на открытие двух больших проектов. Совершенно недавно, в декабре месяце, на базе колледжа губернатором Владимирской области были открыты IT-мастерские, на базе которых у нас обучаются как раз студенты специальностей IT-сферы. И сейчас летом у нас идет ремонт, и мы готовимся в конце августа открыть второй у нас большой проект в рамках национального проекта «Цифровая среда». Это IT-куб. IT-куб – это дополнительное образование для детей, это также IT-ветка, но на самом деле в помещениях данного куба, так называемого, будут у нас обучаться и студенты-первокурсники. Вот мы им предложим бесплатно пройти дополнительное образование, если им это интересно в определенных сферах. Причем там не только IT-сфера, там затронута и техническая сфера, так как там есть робототехника. Мальчишек это может заинтересовать, так как в принципе у нас в последнее время, вот если сравнивать проценты поступлений мальчиков и девочек, у нас в основном приходят юноши. И естественно, то, что мы сейчас развиваем, я думаю, что будет востребовано именно для парней. Вот эти два проекта IT-мастерских и IT-куба – это только для студентов? Нет, конечно. Мы приглашаем школьников, мы приглашаем старшее поколение, мы приглашаем наших преподавателей. Мы в этом году обучали преподавателей других колледжей на базе IT-мастерских перед подготовкой к вот такому большому региональному чемпионату WorldSkills. У нас в области, у единственных есть такое оборудование, которое соответствует современным требованиям, так называемым инфраструктурным листам чемпионата WorldSkills, на котором можно обучать не только студентов, но и школьников, и старшее поколение, преподавателей, любого человека, кто в этом нуждается, причем на бюджетной основе. Итак, все-таки молодые люди, профиль IT, что же тогда выбирают девушки? Девушки выбирают экономику, девушки выбирают финансы, но там на самом деле есть модули, те, которые тоже соприкасаются с IT-сферой. Девушки выбирают правоохранительную деятельность, потому что им идет форма, по-первых. Это главный критерий. Конечно. Ну и привлекает на самом деле эта специальность юрист девушек тоже. Ну у нас девушки обучаются и на технологии мышечностроения, и на оснащении, и на литейном производстве. И учатся лучше мальчишек. Да, и потому что есть девочки с таким вот техническим складом ума, их очень много на самом деле, и они выбирают такое непростое, может быть, направление, но направление, которое им нравится, которым они добиваются успехов. И вот прям гордость нашего колледжа, что называется, девчонки, которые идут впереди, и к ним мальчишки подтягиваются. Что можете сказать о внеурочной деятельности? Насколько активно они живут в студенческой жизни? Вот, наверное, эта сторона, она всегда активна в любом учебном заведении. Активнее, чем учебное, да? Нет, вот они как-то параллельно идут и друг другу не мешают, к счастью. У нас много спортивных секций. У нас есть творческая студия «Шанс», где можно и петь, и читать стихи, и танцевать, и пантомимой заниматься, вообще, наверное, всем чем угодно, выражая свою творческую натуру. В спортивных секциях дети у нас также занимаются, занимают призовые места, в общем-то, защищают колледж и на российских соревнованиях, и на международных соревнованиях. Есть у нас и мастера спорта наши ребята, которых мы поддерживаем. Есть огромное количество клубов, кружков, все для наших ребят. И все это абсолютно бесплатно. Поэтому те, кто хочет, они занимаются. Есть у нас совершенно замечательный клуб «Патриот», в котором тоже у нас мальчишки и девчонки занимаются. Он работает на базе общежития, поэтому им скучно. Тем, кому интересно, им скучно никогда не бывает. Поэтому, конечно, мы стараемся к этим клубам, кружкам, секциям ребят привлекать. Очень хорошо, когда они приходят со школы уже с каким-то багажом, там, спортивных каких-то своих успехов. И им очень хочется это продолжать. И один из первых вопросов, который они задают, у вас есть там секция по скетболу, по волейболу, по мини-футболу? Да, у нас все это есть. Да, мы это все предлагаем. Пожалуйста, учитесь, занимайтесь. У нас очень хороший волонтерский отряд в колледже. И он прямо на хорошем счету в области. И мы ими гордимся, нашими ребятами, потому что вот этот большой пласт профориентационной работы в январе, феврале, марте вытащили наши студенты на себе во многом. Они ходили, встречали, рассказывали, беседовали, водили экскурсии, проводили мастер-классы. Замечательные стендовые докладчики, просто великолепные, которые влюблены в колледж и стараются эту любовь передать всем остальным, кто к нам приходит. Губернатор Владимирской области отметил нашего студента как одного из лучших волонтеров области. Это, в общем, большой показатель для нас. Практически целая специальность параллельно рождается. Скажите, насколько успешны ваши выпускники? Отслеживаете ли вы их результаты уже после стен колледжа? Конечно, отслеживаем. Ну, естественно, есть и мониторинг такой, который мы отправляем, да. Но, естественно, мы отслеживаем намного глубже, дальше. И до сих пор у нас есть связь с выпускниками и 20-летней давности, и 40-летней давности. Вы поясните нашим телезрителям, сколько лет уже Владимирский политехнический колледж работает? 76 лет уже. Тот год у нас был юбилейный, в этом году нам 76 лет. И до сих пор выпускники к нам приходят, любуются нашими новыми победами. Мы организуем чаепитие, встречи с классными руководителями. Кроме этого, мы встречаемся и с преподавателями, которые уже на пенсии, на заслуженной. Мы вот эту вот линию, вот эту традицию стараемся, конечно, поддерживать. А выпускники наши востребованы, естественно, потенциальными работодателями. Причем уже на практике, на втором, на третьем курсе наших лидеров, наших чемпионов, работодатели уже подхватывают к себе на работу. И, к сожалению, к нашему сожалению, бывает так, что мы переводим их на индивидуальный график обучения, и они уходят работать по специальности, причем за хорошую зарплату. Ну и, естественно, это единицы, это звездочки наши. А после колледжа мы, естественно, практически за ручку их отправляем учиться на следующую ступень, потому что у нас очень плотное сотрудничество с нашими вузами, там, ХИКС, ВЛГУ, финансовая академия. Вот все наши студенты как бы бережно передаются работодателям, бережно передаются в вузы, и вот эту вот пропаганду учиться всю жизнь мы ведем уже вот с абитуриентов. Обязательно нужно закончить колледж, обязательно нужно получить высшее образование, естественно, получить достойную заработную плату и работу, быть лучшими в этой жизни. А часть выпускников колледжа работает в нашем колледже. Да, да. Преподаватели. Да, очень много, да, 9 человек, по-моему, 9 человек наших выпускников вернулись к нам после вуза преподавать. И это очень большая, я считаю, заслуга наших преподавателей, нашего колледжа, что наши выпускники так за нас болеют, что вернулись и сейчас являются основными просто лидирующими преподавателями. Елена, чуть выше вы сказали про ваших абитуриентов и студентов, первокурсников, что они еще пока такие неоперившиеся птенцы. Так вот, когда уходишь из школы и уже какой-то первый вуз, в СУС поступаешь, всегда здесь очень важна роль родителя. И вам наверняка приходится работать как раз именно с ними, потому что студенты пока еще и будущие студенты. То есть абитуриенты еще не совсем, у кого-то есть ясность, у кого-то есть четкая позиция. Вот что бы вы пожелали родителям, которые приводят абитуриентов к вам? Что бы вы пожелали? Наверное, не давить на своих детей прежде всего. Вот так бывает жестко, когда родители говорят, нет, иди именно на эту специальность. Все-таки, наверное, где-то нужно услышать своего ребенка, а что он хочет. Бывают очень счастливые такие тандемы, когда приходят и понимают, куда они идут. Но родителям мы, наверное, с точки зрения воспитательной работы, хотелось бы посоветовать не терять связь со своими детьми. Чтобы они их тоже сопровождали, чтобы они понимали, что это их дети. И они все равно будут маленькими. Мы их, конечно, берем, мы их сопровождаем, мы их контролируем. Но без родителей очень сложно бывает наладить какие-то взаимоотношения, если родители там ходят немножко в сторону. Он уже большой, он уже в колледже. Нет, все-таки нет. У нас связь с родителями есть, она достаточно тесная. И практически все родители всегда на связи. И классные руководители всегда с детьми отрабатывают и с родителями отрабатывают. Информацию даже сейчас передается через мессенджеры, через социальные сети, в любом случае на телефонах постоянно. Но где-то, наверное, родители должны услышать своего ребенка при поступлении. Но это вот мое мнение. Может быть, Елена Валерьевна по-другому считает. Нет, конечно, я практически то же самое хотела сказать. Но сейчас такое нервное время для всех, и для детей, и для родителей. Поэтому немножко поспокойнее нужно быть. Нужно действительно поговорить. Нужно, может быть, услышать нас, что мы вам предложим. Может быть, нам нужно поговорить не только с ребенком, но и с родителями. И даже споры, которые иногда происходят между родителями и детьми в приемной комиссии. Да, такое бывает. Да, 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 бывает. Чтобы этих споров не было, нужно спокойно дома все решить. И, может быть, несколько раз к нам прийти. Ведь до середины августа, пока мы не знаем, конечно, когда прием у нас будет закончен, потому что вот в условиях, в которых мы сейчас живем, мы каждый день новости получаем иные. Нужно просто, может быть, и переложить из одной папочки в другую, из одной специальности в другую свои документы, подумав, решив, почитав, без горячки, без паники. Самое главное – спокойствие. Самое главное – нужно любить своего ребенка, слышать и понимать. Еще раз поясните, где можно получить полную информацию о всех направлениях подготовки. Сайт Владимирского политехнического колледжа находится по адресу polcol.ru в разделе «Абитуриентам». В этом разделе есть списки всех специальностей, сколько бюджетных мест, сколько коммерческих мест. Также есть ссылка на социальную сеть ВКонтакте, где у нас расположена также приемная комиссия, которая будет дублировать все новости, которые у нас происходят, и новостная лента нашего сайта. Как только появляется какая-то новость, мы будем выкладывать, сообщать, а также звоните нам. Мы всегда на связи. А когда уже подали документы, мы всегда говорим, приемная комиссия говорит, что теперь вы смотрите мониторинги, смотрите и видите, на каком месте находится ваш ребенок. Да, мы создали мониторинг электронный, который тут же можно посмотреть. Он обновляется каждый день, можно всегда увидеть позицию своего ребенка по сравнению с остальными абитуриентами. И мы всегда говорим, очень спокойно, не нужно нервничать. Вы к нам поступите обязательно. Мы всех ждем, мы всем очень рады, мы всех очень любим. Мы всех с нетерпением ждем, конечно, в этом году. Поэтому главное, спокойно. Вот на этой позитивной и спокойной ноте мы заканчиваем. Вам, хороших студентов, и долгожданной встречи, конечно, с абитуриентами тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.